Файт Ревью Что произошло в этом мире за последнее время и чего нам еще стоит ожидать? Итак, ну начнем, наверное, с такого события большого, как Гетто Недавно прошел первый Геттофайт в этом сезоне и сейчас мы в ожидании второго Может быть, поподробнее об этом расскажет Манвел Первый Геттофайт был 26 июня и прошло 27 поединков Самым главным событием турнира была восьмерка за звание чемпиона Балтии Где встретились 6 латвийских спортсменов и 2 литовских Победил Александр Чижов, он три боя выиграл, достаточно уверенно В принципе, он и был фаворитом, но самое интересное было, что жребий был слепой То есть заранее никто не обговаривал, кто с кем будет в 1-4 Все проходило на глазах у публики Жеребевку провели, и если так, по моим расчетам, ему и попались все самые серьезные соперники Которые были на турнире Это и Роланд Юргитс в полуфинале был Из ММА Юрмал, очень крепкий парень И в финале Ритис Квеселис, который тоже одержал две досрочные победы Что еще из боев могу упомянуть, это, конечно, бой Павла Баженова Очередной раз выиграл свой бой Может, сам поединок был не такой яркий, но победу он свою одержал Ну, конечно, жалко, что Игорь Заур проиграл Рассчитывали на победу над литовским спортсменом Немножко не хватило Уверенно вел по ходу бой И попался на болевой прием на руку Ну, все, кто были на геттофайте, те видели, что все было, как всегда, ярко и интересно Уровень боев был средненький, будем честно говорить И в августе ожидается бум А кто в четверке был? В четверке восьмерка Восьмерка? Восьмерке были представители шесть... Изначально это было запланировано за пояс чемпиона Латвии И должны были участвовать восемь бойцов из восьми городов И под конец двое бойцов получили травмы И мы их заменили литовцами И пояс превратился из латвийского в балтийский Литовцев много, литовцы всегда хорошие, и они всегда готовы, насколько я понимаю Да, как всегда приехала большая литовская команда Пантера и Ошимас, они такие клубы-братья Потому что тренера-братья Братья Смирновас Виталтас и Миндаугас И они всегда у нас участвуют, всегда очень ярко Уровень у них очень высокий И всегда с ними возникают проблемы Также приехала команда Warrior Steam из Вильнюса Тоже крепкие ребята В этот раз немножко не повезло И мне кажется, не выиграл никто из них Но они обычно хорошо участвуют Там был спорный момент в одном бою Нам и потом пересматривали, что чуть-чуть засудили их бойца Но так получилась ошибка судей Я, к сожалению, не был на этом турнире Насколько я знаю, Илья Иванов бился по панкратиону Мне просто интересен этот парень Потому что он мой бывший одноклубник И на самом деле действительно много боев и действительно хороших Да, хороший бой показал Выступал против Арзу Джафарова Арзу не очень опытный боец И там небольшая разница в весе была тоже Но бой показали очень хороший, равный И только в экстра-раунде Илья смог вырвать победу Ну теперь к следующему гетто-файту, который будет в августе Какого числа, кстати? 28 августа 28 августа? По-моему, каждый год это проходит 28 именно, да? В этих числах, да, плюс-минус А чего ждем от этого турнира? Ну на этом турнире опять будет восьмерка В этот раз будет за пояс чемпиона Европы И все бойцы будут представители разных стран То есть будет Литва, Латвия, Эстония Россия, Белоруссия Молдавия, Румыния и Польша В каком весе? До 66 килограмм То есть легковесая Да Латвию будет представлять Андрей Рачков Это самый титулованный юниор И весовая категория до 66 И возрастная категория 18-19 лет Кто еще будет? Что еще будет? Еще будут, конечно, супер-бои Будут с участием всех лидеров Севарча Это и Олег Емельянов дебютирует наконец-то на гетто-файт Рихард Биггис, Александр Чижов, Владислав Гусев А Рихард Биггис в каком разделе? Рихард Биггис будет выступать в ММА Профессионалы То есть это без шлемов? Да У него будет соперник из Чехии И, надеемся, покажет хороший бой Титульный? Нет, не титульный Турнир A1, Сергей Мы его разбирали в прошлой передаче Чего-то мы не договорили Что-то мы не успели сказать, как потом выяснилось Мы не разобрали, по-моему, пару боев Да, мы не разобрали пару боев Но, опять же, если возвращаясь к будущему турниру Опять же, A1, который состоится 23 сентября Да, кстати, даем анонс 23 сентября будет турнир Где он будет проходить? В Саласпилсе Там же, в Саласпилсе Грандиозный турнир A1, о котором мы говорили в прошлой передаче Где был знаменитый бой без защиты, без перчаток Рихарда Биггиса И вот, что касается этого турнира Да, то есть, он практически будет полностью женским Да, то есть, такой Ladies Fight Nights Интересно Да, то есть, боев женских будет больше Судейская бригада по большинству состоит из женщин-судей латвийских Вот, и, так сказать, парни, бои парней Несколько боев будет на разогреве у девчонок А, парни будут разогревать Да Планируется также рыцарский поединок И такое новшество Которое сейчас, может быть, зрителям покажется таким Ну, не знаю, может быть, не для турнира Но больше баловство, но тем не менее Да, это турнир по пощечинам Там также состоится один бой Да Вот, где будет своеобразное правило Ну, то есть, зрители все увидят Смешно, не смешно, но, честно, я видел какие-то Я не знаю, турниры, не турниры Но соревнования по пощечинам В какой-то ленте, да, допустим, даже фейсбуковой Ну, там были очень плотные нокауты Да, поэтому мы немножко изменили там правила И у нас нашлось два смельчака Которые будут пробовать Ну, пробовать себя и посмотрим, что из этого получится Кто это? Ну, фамилии пока мы выбрали, опять же, Рихарда Биггиса Но ему пока не нашлось соперника Да И у нас есть еще одна весовая категория Там будет Алексей Баханов Вот ему, скорее всего, вот подберем соперника Какие правила? Правила будет до двух пощечин с правой и с левой руки Да И там своеобразный будет это все Своеобразный такой турнир Он будет через, естественно, через стол Да, то есть, чтобы не было ни разбега, ни замаха там и так далее И согнутой рукой Но, тем не менее, удары, конечно, будут чувствительные А на руках никакой защиты, ничего? Ладонь есть ладонь? Ладонь есть ладонь, да Вот А по поводу турнира самого То, что вот мы посмотрим Естественно, будет Латвия, Литва Но не знаем, получится ли там пригласить Вот то, что мы в прошлый раз не договорили По турниру, где выступал представитель Швеции Бывший наш соотечественник Виктор Грицус У него уже такой ветеранский возраст Но, тем не менее, они показали очень такой Достаточно, наверное, самый лучший бой турнира того Это был бокс, любительский бокс Он был настолько, я не знаю, люди не могли глаз оторвать Потому что постоянный обмен ударами Пробовали, и не только там они обменивались ударами Но и боксерская техника была И нарки, и уклоны И люди в 37 лет показали действительно очень классный бой А кто соперником был? Соперником был Гуннер Пелникс из Салспилса Это ученик Агнеса Божия Тоже Они перед этим, самое интересное, пробежали полумарафон Вот И достаточно неплохо Виктор Грицус вообще один из лучших пробежал этот марафон Вот И также был у нас в гостях представитель России Лугар Бакшиев И он также встречался с нашим соотечественником И победил Но вот в этот раз, не знаю, посмотрим, какие будут Мы пока еще думаем на картах Посмотрим, откуда будет А Грицус младший, известная фамилия Он не бился случайно на гетто в прошлом году? Ну, не то что младший Известная фамилия, их четверо Четверо братьев Да, вот Виктор является старшим Да Он выступал по всем видам единоборств Как здесь в Латвии, так и теперь в Швеции Да, как профессионально, так и полюбительно Вот А его младший брат на год, который младший Станислав Грицус Это известный боксер латвийский Очень серьезный Который все время оспаривал лидерство С Николаем Гришевым Сейчас известным боксером Да, да, да Вот А два других брата Два других брата Они занимались, конечно же, тоже Но они не выступают Файт-ревью Хочется еще отметить то, что в этом году на геттофайт Было более 300 заявок Из Латвии, Литвы, ближайших стран И очень сложно подбирать пар Поэтому со следующего года будет отбор То есть будет конкурс? Будет конкурс, но он будет, во-первых, будут турниры любительские Да, от геттофайт Но основные пункты бойцы могут набрать на чемпионатах Чемпионат Латвии, Балтии, Кубок Латвии по панкратиону Панкратион, да Если они будут выступать там, побеждать То билет То есть билет на гетто можно заработать именно этим путем То есть в принципе гетто уже за эти года стал настолько популярным турниром Что на него еще нужно попасть, а не просто заявиться Да, потому что очень многие хотят участвовать Им кажется, что они могут это решить одним звонком Да По-братски можно, я выступлю Да, да, да Дружба дружбой, но должно быть уважение к другим участникам Потому что в карты, бывает, не попадают более достойные ребята, чем... Которые серьезно пахали, серьезно готовились Да, и выступали И выступали, да Еще хотелось бы сказать насчет вот то, что гетто файт состоится 28 августа А за неделю до гетто файта состоится, мы его, скажем так, отложили Это Дзелс Циллэки, который в прошлом году был Да, да И опять же, 10 спортсменов отбираются, которые будут, большинство из них, которые уже участвуют в гетто файте Это будет им такая подготовка, две тренировки в день, в течение недели Они могут стать как победителями этого мероприятия, да, шоу, проекта Так и им это серьезная подготовка перед выступлением будет А такие проекты, как Час Спартанца? Час Спартанца будем продолжать Как только вернемся на подходящую площадку, потому что собирается очень большое количество людей И сейчас мы в своем зале просто физически этим получим Да, а за двиной? Вот я говорю, как только у нас там получается, ну, мы должны продлить там договор Да И тогда будем продолжать Часто Вопросы к Манвелу и к Сергею Сейчас, скажем так, набуряет популярность Без фамилии, без ничего, хайп в сети Как к этому относятся? Хайп должен иметь свое место И нельзя на пустом месте его раскручивать Ни все-таки не телевидение Мы все-таки не Америка И надо немножко поскромнее быть, скажем так Заслужить, и потом можно что-то говорить Ну, и, естественно, уровень бойцов Ничего не имею против, но ставить себя на одну плану Допустим, с Мадрегором, с Вейзером Это, конечно, чересчур Громко, слишком, да? Слишком громко, да В этом, может быть, и нет ничего плохого Но я считаю, что должно быть, прежде всего, уважение Вот, как говорят, олдскул Олдскул, да, типа, ну, вы ничего не понимаете В этом и так далее Людям можно зрелище хлеба и так далее Но любой спортсмен должен уважать своего противника Это, наверное, все-таки тоже к разделению спорт и шоу Да, ну, даже в шоу должна участвовать Этика Этика какая-то, да? Этика, и надо жить реальной жизнью Я вот всегда вот человеку объясняю, что человек в жизни, он один Он должен быть такой же в обычной жизни, такой же виртуальной жизни Нельзя делить свою жизнь на две части И тогда, ну, и в первую очередь, конечно, уважение к окружающим А недавно закончился, я так понимаю, не так давно закончился летний спортивный лагерь, да, Федерации Панкратиона Что там было, кто там был, представители каких клубов и как прошло все это вообще? Ну, на самом деле, мы впервые посетили, скажем так, после советских времен Заменитый лагерь Альбатрос в Кестер-Ценсе Честно говоря, был удивлен На самом деле, все на высшем уровне Там и бассейны в 100 метров моря, да, и очень такие комнаты удобные Они сразу с душевыми, да, с туалетами То есть, ну, классно на самом деле Вот, и у нас собралось в этот раз не так много Там 24 человека всего, да Ну, с разных клубов Саньда, Севарч, Спарта Орион-клуб, вот, и разных возрастов Но мы, скажем так, пробовали первый раз в этом лагере Всем очень понравилось Тренировки были серьезные Как на улице, так в залах И в бассейне даже у нас тренировки были не только плавания Там, и борьба, и отработка лагеря В воде Да, и водное поло То есть, ну, вот таким образом Всем ребятам понравилось Сейчас даже вот, когда в интернете об этом говорили Ну, на фейсбук И подключилась старая гвардия Которые захотели Изъявили желание, да? Да, которые находятся многие за границей Изъявили желание По возможности взять отпуск И вернуться в то время Когда они сами посещали Хочется, конечно А на самом деле 23 человека Это не так уж и мало Не так уж и мало Для лагеря Да, но есть Вот мы Параллельно у нас были там и другие Там много корпусов И вот в других корпусах тоже были И по 70, и по 90 человек У них собственный лагерь У Альватрос Довольно-таки много набирается народ Хорошо, спасибо Сергей Спасибо Манвел Я думаю, мы все в следующий раз Теперь увидимся на гетто В конце августа На который мы все-таки приедем Будем ждать Нет 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 Продолжение следует...